Вот на моих глазах буквально съездили, что на этот дом, где стоят бабушки-старушки. У них на глазах тупых и белые. К Макурину зашли, к которому каков стенку горова. Вот зашел, все с уважением, все выслушал, да-да, сделаем. Понимаете? А приди, вот уважаемый человек Александр Иванович, которого я искренне люблю и уважаю. Человек заслуженный, который такую трудную жизнь прожил, а на него смотрят как на пугало. Ты что тут ходишь? Той же самый Ботинков, которому столько лет служил верой и правдой, как говорится, работал на заводе. И такое плевое отношение. Вот поэтому этой власти, которая сейчас в Кермайске, на людей наплевать. И вот этими поками, доками и так далее, не прикрывают на самом деле свое оголтелое воровство. Потому что эти поки, десятки миллионов ушли в карман кому? Лебедновой, не знаю, кому-то еще, Шанцеву, другую елку. Ушли эти деньги. Почему? А вот на этом ДК, на этом ДК сотни кубометров ворованного песка, понимаете? На ворованном песке дворцов не построили. Это дворец, который построен ворами и на ворованном песке. Вот в чем суть и смысл. Власти нынешней, она думает только о своем кармане и о том, как отличиться где-то там наверху. А не так, как чтобы перед людьми выглядеть нормально, по-человечески, хорошо. Вот поэтому я просто хочу сказать, что эти люди, которые не безразличия, которые что-то могут сделать, которые местная власть не сможет скрутить, сломать. Вот эти люди, они могут быть и помогут городу, населению обрести веру в свои силы, свое достоинство человеческое защитить, которое здесь топчет на каждом шагу, и помочь реально что-то изменить. Вот с этого, может быть, что-то и начнется в Карамайске. Какое-то реальное изменение в жизни. Чтобы люди поверили, чтобы не отсюда выезжали, а приезжали сюда, в Карамайск. Чтобы здесь не на словах, а на деле была не маленькая Швейцария, а большая Россия. Спасибо вам.